Доброе утро! Гарик Геворке. Здравствуй, Гарик. Здравствуйте. Я по тебе уже успел соскучиться. Я тоже. Отлично. Ты знаешь, потрясающе пахнет, и мне кажется, это все связано с тем, что мы сегодня будем готовить самую неповторимую толму или долму. Конечно же, толма. Слово толма произошло из слова толи. Толи означает это виноградная лоза. Толма означает мясо, завернутое в виноградных листьях. Для этого нам понадобится мякоть баранины, булгур. Тоже армянское явление, тоже чисто. Но это же просто пшено. Нет, это вид пшеницы, которая изначально варит, сушит, потом дробит. О, как! Вот. Ну, я поняла, это перец, это соль? И чабрец обязательно. Ой, это же тоже потрясающе пахнет. Да, горный чабрец. Я люблю чай из чабреца. Вот. Айва, помидоры, перец, лук, зелень. Даже айва входит в том момент? Да. Такого я еще не пробовал. Для привкуса кислоты в данный момент очень много употребляют помидоры. Но идет и айва. В общем, все то, что мы сегодня будем готовить, уже изначально выглядит очень аппетитно. Ну, а когда все это уже приготовится в Толму, это будет что-то сказочное, правильно? Конечно. Начнем? Ой, я боюсь, как бы что-то мне не испортит. Я вам покажу. Изначально вот в Толму приготовились отбитого мяса. Потом есть вид Толмы, когда режут. Потом появилась мясорубка. Начали рубить мясо через мясорубку. То есть сначала... Обречали процесс. Карик, сначала отбивали мясо до состояния вот такого водяниста, типа кюфта. Да, кюфта, кололак. Подожди, кололак, это... Мы же знаем, что такое кололак. Это вот типа фарша... Это типа как большие фрикадельки. Да, фрикадельки. Да. Но кюфта более турецкое явление или иранское. А кололак, это именно армянское. Кюфта, то, что мы называем каменная кюфта, да, кали-кюфта, это вот настоящий кололак. А фрикадельки, которые маленькие, идут в супы, в разные блюда, это кололик. О как. А на самом деле кюфта, это кололак. Век живи, век учись. Вот. Мы сегодня приготовим нарезанное мясо. Тонкими мелкими кусками будем резать мясо. Кто любит пожирнее, то советую добавить туда еще курдюк. Курдюк это сало, если не ошибаюсь. Баранье сало, да. Режем тонкие кусочки мяса, чтобы быстрее сварилось. Ну, а и чувствовалось на зуб. Не то, что как фарш. Весь эффект в этом. Вот чувствуется вкус мяса. Одно удовольствие смотреть, как мужчина готовит, ну, а когда он режет мясо, это просто сказка. Толу можно приготовить еще из телятины, говядины, только не из свинины. Слушай, а я один раз видела, была свидетелем того, как Толу мы готовили из нескольких видов мяса. Есть такое? Это правильно или неправильно? В армянской кухне нету такого. То, что перемешать мясо в армянской кухне нет. Так, мясо у нас готово. Быстренько. Булгур можно заранее замочить в теплой воде. Она опухает и быстро варится тоже. Но как у нас мясо нарезанное уже, лучше, чтобы они вместе дошли до готовности. Скажи, пожалуйста, а ты добавляешь какое-то определенное количество или все на глаз? Да, конечно, определенное. Желательно 50% бугуру, а 100% мясо. О, как! Потому что бугур потом опухает. И становится его больше, естественно. Солим. Тоже все на глаз пока? Ну, на килограмм мяса приблизительно 10-15. 15 граммов соли. На килограмм мяса 15 граммов соли. Запомните, это дорогие наши зрители. Да. Черный перец, можно и фреш через молку, можно и молотый, красный, хорстый перец. Может, тебе чем-то помочь, но тоже доска есть. Нет. Потом вы будете заворачивать. Как мне это нравится. Мужчина работает, а женщина отдыхает. Ну, почти отдыхает, конечно. Конечно. Профессиональные руки Гарика пошли стругать перец. Да, с остротой немножко аккуратно. Чтобы было не очень остро. Да, я люблю острое. И есть люди, которые любят очень острое. Ну да. Но... В основном мужчины, конечно. По вкусу, по вкусу. Нет, почему? И женщины любят тоже. Добавим в мешок лука репчатого. Беда женщин резать лук. И вся косметика течет по лицу. Все, как мы любим. А мужчины, что? Мужчины у нас не красятся. И поэтому косметика им ни почем. И слез тоже ни почем. А так быстро резать лук, мне кажется, никогда у меня, по крайней мере, не получится. А килограмм фарша нужно добавить примерно... Ну, фарш или рубленое мясо, или нарезанное. Да, примерно 200 грамм лука. Чтобы не перебить вкус мяса. То есть вот этого количества лука нам хватит? Да. Что у нас дальше по плану? Добавлю немножко чеснока. Давай, может, я поменяю тарелки местами, либо я тебе буду подавать. Как тебе удобно, как тебе больше нравится. Хорошо. Я буду подавать. Ты мне только говоришь. Наш чеснок по плану. Да. А вот эти вот зелененькие штучки мы оттуда выковыриваем, да? Да. Удаляем сердцевину эту. Это, оказывается, не зеленые штучечки, а сердцевина. О как! Добавим еще чабрец. Можно и свежий, но я советую сушеный, потому что сухой тимьян, чабрец. Они добавляют такой более ароматный вкус, да? Да, аромат, более душистый аромат. Зелень. Все зелень. Да, да, конечно, кинза, укроп, базилик. Базилик – это рэган. Рэган, да. Хорошо. Что еще у нас там есть? Знаешь, у нас... В принципе, так, особо больше лучше ничего, да? Все, все, вот. Все? Вот, ничего не надо зелени. Хватит. Только зелени хватит. То есть три вида зелени. Кинза, рэган и... Ну, кинза и рэган обязательно. И еще я бы советовал тоже, если есть возможность, добавить цитрон. Это, ну, похоже на немножко розмарина. Вот, цитрон более нежный и аромат очень такой приятный более. Вот нам в Армении, в принципе, хорошо, потому что у нас зелень круглый год есть. И круглый год она достаточно, а зелень-то душистая. А, в принципе, я так думаю, что и в России тоже можно купить душистую зелень. Можно, если постараться. Зелень у нас уже тоже измельчена и добавлено в наше блюдо, в котором... В котором... из которого такой аромат идет. Так, что, помидор? Может, добавим... Давайте айву. Айву, да. Подумайте, похоже на грушу, либо на яблоко, но ни то, ни другое. Это айва. Это акая ханзор. Королевское яблоко в переводе с армянского. Не очищаешь? Нет, 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 нет. Ведь витамины и вкусная часть – это кожа. В кожуре, да, витамины? Конечно, да. Так, мы добавим и в начинку, и когда будем варить, туда тоже добавим все, что идет туда. Перец, помидор. И можно чуть-чуть помидор тоже для сочности, для кислоты тоже, как и айва, да. Но айва сочность не дает. Смотри, какая красота. Вот. Какая красота. Прям даже жалко такую красоту портить. Тебе какой больше нравится? Большой самый? Нет, средний. Средний, хорошо. Ой, мужчин такие привередливые. Большой, нет, средний. Что ж такое-то? Ну, на килограмм мяса, опять же, можно добавить примерно среднего помидора, вот такого. Ну, достаточно, да, среднего? 200 грамм, 150-200 грамм. Начинка уже готова. Я покажу, как надо перемешать все это. Тоже руками? Да, конечно, руками. Массировать и мясо, потому что мы правильно нарезали мясо против волокон. Обязательно нужно запомнить, что мясо режем против волокон. Будет мягкий, сочный и быстро будет готовиться. Благодавливаться. По-моему, соли не хватает или чабреца. Я не... Ты его даже не пробуя по запаху. Ты знаешь, мне кажется, так потрясающе пахнет. Или черный перец добавить. Добавляй ты, потому что для меня этот запах просто лучше любого парфюма. Потрясающе то, что Гарик ощущает нехватку приправ руками. И заметьте, что перемешивает он не ложкой, не ножом, ничем, а именно руками. Так он пальцами, так он сразу понимает, чего не хватает. И ему даже пробовать этого не надо, потому что все уже сразу на уровне осязания. Что-то обалденное просто. Я, конечно, всегда знала, что самые лучшие пара это мужчины, но что это армянские мужчины, я не знала и убедилась вот сегодня. Так, начинка готова у нас уже. Слушай, я тебе комплименты делаю, а ты вот знаешь, что такое впечатляешь, что ты в порядке вещей. Я просто в шоке, поэтому я не могу. Я уже не знаю, готовить или слушать.